Итак, продолжаем «Последние дни Помпей». Самое интересное. Все взгляды давно уже были устремлены на Арбака, но он успел скрыть замешательство, охватившее его, когда появился Солюстий и Калин. Услышав крики Арбака на арену, он задрожал, и его смуглые щеки снова побледнели. Однако он быстро обрел самообладание. Гордо оглядевшись вокруг, он отвечал Претору спокойно и властно, как всегда. «Претор, это обвинение настолько нелепо, что Эдуали заслуживает ответа. Первый мой обвинитель – Солюстий, близкий друг Главка, второй – Жрец. Я уважаю его одеяние и сам. Но вы знаете Калина, он так жаден, что жадность его вошла в пословицу. «Такого человека легко подкупить». «Претор, я не признаю себя виновным». «Солюстий», – сказал судья. «Где ты нашел Калина?» «В подземелье у Арбака?» «Египтянин», – сказал Претор, нахмурившись. «Значит, ты осмелился бросить жреца в подземелье?» «За что?» «Выслушай меня», – отвечал Арбак, вставая. Он произнес это спокойно, хотя на лице у него были заметны признаки волнения. «Этот человек пришел ко мне и грозил выступить с обвинением, которое вы сейчас слышали, если я не отдам ему половину своего богатства. Я пытался усовестить его, но он настаивал. «Тише, не позволяйте жрецу перебивать меня, благородный Претор, и вы, граждане города, я здесь чужеземец, и хотя совесть моя чиста, свидетельство жреца могло меня погубить». Я испугался, и, пообещав отвезти этого человека в сокровищницу, заманил его в темницу, где его и нашли. Я решил продержать его там до тех пор, пока не будет приведен в исполнение приговор над истинным преступником, и угрозы Калина не станут бессильны. Вот и все. Быть может, я поступила промельчиво, но кто здесь станет отрицать право самозащиты? «Если я виновен, отчего этот жрец молчал на суде? В то время он был еще на свободе. Почему он не изобличил меня сразу же, после того, как я обвинил главка? Претор, пусть он ответит на это. Во всем остальном я отдаю себя в руки закона и прошу защиты. Уведите обвинителя и обвиняемого, я охотно подчинюсь решению законного суда, а здесь не место для споров». «Он прав», — сказал Претор. «Эй, стража, увезти Арбака и следите за Калином. Солюсти, ты ответишь за свое обвинение. Возобновим игры». «Как?» — воскрикнул Калин, обращаясь к толпе. «Неужели, Сиди, будет нанесено такое оскорбление? Неужели кровь опекида будет по-прежнему взывать о мщении? Неужели правосудие не свершится теперь же и преступнику удастся ускользнуть? Неужели у льва отнимут его законную добычу? Богиня! Я чувствую, что моим устами обещает богиня. На арену, на арену Арбака!» Ослабевший, он изнемог от ярости и в судорогах упал на землю. На губах его выступила пена. Он и в самом деле был похож на человека, которым овладела сверхъестественная сила. Глядя на него, зрители содрогнулись. Богиня вдохновила его. «На арену египтянина!» Тысячи людей вскочили, хлынули вниз. Они устремились к египтянину. Тщетно выкрикивал приказы Эдил. Тщетно надрывался претор, требуя уважения к закону. Зрители обезумели. Они уже были опьянены кровью и жаждали еще крови. Жестокость подхлестывала суеверие. При виде своих жертв они забыли о подчинении властям. Это была невежественная толпа, состоявшая из свободных, наполовину из рабов, очень характерная для римских провинций. Ласть претора была словно тростинка под натиском урагана. И все же по его приказу страшники протиснулись в проход, отделявший нижние скамьи, где сидело знать, от верхних, занятых чернью. Людская волна остановилась на миг перед этим шатким заграждением. И Арбак мог в последний раз взглянуть в лицо судьбе. В отчаянии и ужасе он забыл свою гордость. Он смотрел на бушующую толпу и вдруг прямо над головой, сквозь широкое отверстие в тенте, он увидел нечто такое, что вернуло ему самообладание. Он поднял руку. На его надменном лице появилось повелительное и торжественное выражение. «Смотрите!» Крикнул он громовым голосом, перекрывая рев толпы. «Смотрите!» Боги вступились за невинного. Молнии мстители орка испепелят лжесвидетелей. Толпа посмотрела вверх и с ужасом увидела, что над вершиной Везубия поднимается облако в форме гигантской пинии. Ствол ее был черный, а ветви – огненные. И этот огонь менял цвет каждое мгновение. Он становился то ослепительно ярким, то темно-красным, то снова ослеплял нестерпимым блеском. Наступила мертвая тишина, которая вдруг разорвала рев льва, подхваченный виварией тигром. Они возвещали неистовый гнев стихий. Женщины подняли виск. Мужчины молча смотрели друг на друга. В тот же миг все почувствовали, что земля трясется у них под ногами, стены амфитеатра задрожали. Вдали послышался грохот обрушившихся крыш, а еще через мгновение облако, стоявшее над горой, стремительно понеслось прямо на город, извергая из своей утробы град пепла, смешанного с раскаленными камнями. На сожженные виноградники, на пустые улицы, на самый амфитеатр, на море, вздымая фонтаны воды, повсюду падал этот ужасный град. Толпа сразу забыла про Арбака. Каждый думал лишь о своем спасении. Люди бросились бежать, заметались, тесня толкая друг друга. Огромная толпа, топча упавших среди стонов, проклятий, молитвы, воплей, хлынула через многочисленные выходы. Но куда бежать? Некоторые, ожидая нового землетрясения, спешили домой, чтобы взять свое добро и покинуть город, пока не поздно. Другие, боясь града, камней и пепла, который сделался чаще, попрятались, куда попало. Ближайшие дома, храмы, портики, только бы не оставаться под открытым небом. Но все темней, огромней, зловещей, сгущалось над ними облако. Словно мрачная ночь вторглась внезапно в царство дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok